Дальнобойщики 3 Всем привет, в эфире Виртуалити. Полчаса обо всем самом новом, интересном и необычном из мира компьютерных и не только развлечений. У меня есть две новости. Одна плохая, а другую вы знаете. Так плохая. Компания Rockstar Games опровергла все слухи о том, что по GTA будут снимать фильм, главную роль в котором должен был исполнить рэпер Эминем. Ну а теперь новость, которую вы точно знаете. Игра выходит 29 апреля этого года. Какие еще проекты появятся в ближайшее время в нашем первом выпуске новостей. Осень этого года явит очередную стратегию про то, как плохо станет жить в будущем. World Shift. В очередной раз человеческая цивилизация погибла, оставив лишь несколько очагов культуры. Остатки рода людского заперлись в пяти городах и воюют друг с другом за пригодные ресурсы. Вокруг городов расположена дикая зона, населенная мутантами. Дай, Вик. К сохранившимся технологиям люди добавили холодное оружие и магию, чтобы хоть чем-то поддерживать братоубийственную войну. К этому надо добавить недурственную графику и даже режим совместного прохождения, что для РТС довольно необычно. Получился World Shift. Апокалипсис завтра. В общем, оценим в октябре. ДЕСТРЕК ВОЗРОЖДЕНИЕ Наконец-то завершена разработка игры ДЕСТРЕК ВОЗРОЖДЕНИЕ. Действия этого аркадного гоночного симулятора проходят в недалеком будущем. Люди жаждут лишь одного — упиваться зрелищем мощных автомобилей, растирающих в пыль своих соперников. В роли молодого пилота вам предстоит принять участие в смертельных заездах, где цена поражения — смерть. Игра является духовным продолжением культовой игры 90-х ДЕСТРЕК. Возрождение наступит 22 февраля вместе с поступлением игры в продажу. В конце февраля фанатов отечественной стратегии «Периметр» ждет большое событие. Им станет выход золотого издания игры. Кроме оригинальной версии игры, в издание войдет также официальное дополнение «Завет Императора». Игра рассказывает о потомках землян, которые отправились в космос осваивать новые миры. Игроку необходимо захватывать территории, а затем превращать их в пригодные для обитания ландшафты. А благодаря нанотехнологиям можно создавать новые виды юнитов, способные решить любые задачи своего стратега. Главное, чем гордятся разработчики игры, это продуманный научно-фантастический сюжет. Поверим им на слово. Буквально на днях выйдет в свет необычный документальный экшен «Правда о девятой роте». Игра является реконструкцией исторического сражения между советскими десантниками и отрядами наемников. Битва, разгоревшаяся 8 января 1988 года в Южном Афганистане, воссоздана по фотографиям со спутников и рассказам очевидцев. В виде шутера от первого лица игрок побывает на месте многих участников боя и сможет почувствовать на себе тяжесть настоящей войны. Сама игра была создана по инициативе старшего оперуполномоченного Гоблина, который всегда хотел докопаться до правды. Результаты его расследования мы и найдем в «Правде о девятой роте». Если в «Правде о девятой роте» разработчики обещают реализм и историческую достоверность, то в проекте, о котором пойдет речь, нет ни того, ни другого. В игре «Стрейнджер» правят колдуны и магия. Вы, конечно, слышали, что магия бывает белой и черной. Дескать, хороший и плохой. Вот только на самом деле все гораздо сложнее. Оказывается, бывает и желтое, и фиолетовое, и много других магий. Об этом рассказывает игра «Стрейнджер». Игра для начинающих художников, поскольку пол-литра здесь играет решающую роль. Не в смысле пол-литра, а в смысле палитра. Та, которая цветовая. А началась эта история с казней. Вот как было дело. В одном далеком-предалеком городе жили-были маги-изгнанники. В общем, отребья со всего света. В этом городе есть только один суровый закон. В нем ни один из его жителей не может применить злую магию против его обитателей в стенах этого города. Но каким бы суровым закон ни был, нашлись люди, сумевшие его нарушить. Что и неудивительно для города, населенного аморальными личностями. Тут мы вынуждены открыть первый секрет. За подобных личностей нам и предстоит играть. Но прежде чем мы получим управление в свои руки, наших героев казнят. Каз заключается в том, что их выбрасывают во врата Кронта, откуда никто никогда не возвращался. Жители города думают, что таким образом они подвергают приговоренных к смерти. На самом деле это портал в другой мир. Вот так трое главных героев ролевой игры «Стрейнджер» попадают в мир Кронта. Их разбрасывают по самым разным закоулкам и захолустьям. Игра начинается с того, что наши троицы пытаются собраться вместе. По ходу дела герои пытаются выжить, понять законы мира сего и найти способ вернуться домой. А заодно отомстить тем, кто бросил их во врата Кронта. В Кронте есть, как и в любом мире, разные существа. Есть обычные монстры, которые живут своей жизнью, в своих владениях. Они пытаются поесть всякого, кто к ним приходит. Есть более разумные племена, которые тоже живут своей жизнью, которые с кем-то враждуют, с кем-то дружат, с кем-то торгуют. Изначально племена нейтральны к чужакам из другого мира. Но по ходу игры наши герои своими действиями могут заслужить либо уважение аборигенов, либо их ненависть. Есть и властители этого мира, которым подчиняются больше или меньше по размеру территории. И цель игрока в некоторых миссиях либо победитель их властителей, либо с помощью одних властителей сверху других. Но самое главное в мире Кронта — это магия. Сам мир состоит из магии. Все здесь буквально пропитано заклинаниями и завязано на магии. Магия в мире Стрэнджера существует в магических полях, а магические поля разделяются по цветам. У нас есть три базовых цвета магии — красный, зеленый и синий. И сочетая их все вместе, мы получаем всего семь цветов магии. Смешивая их попарно, мы получаем желтый, фиолетовый и голубой. И смешивая их все вместе, мы получаем белую магию, самую сильную. Магия создается при помощи магических кристаллов соответствующего цвета. Правильно используя эти кристаллы, можно вызвать нужное магическое поле. Кристаллы магии — единственный ресурс в Стрэнджере. Единственный способ пополнения их запаса состоит в том, чтобы потрошить тела убитых врагов. Но это не акт жестокости. В мире Кронта нет ни добра, ни зла. Есть только магия. От ее правильного применения зависит, смогут ли непрошенные странники вернуться домой. Чувствуешь ли ты в себе силы, о геймер, разобраться с местной пол-литры и стать магистром зеленой магии? Встанешь ли ты на путь красноты или синевы? Далее в виртуалите. Умеют ли геймеры катать шары при помощи приставки? Выйдут ли дальнобойщики 3 в этом году? Кто побьет мировой рекорд передачи информации? Это в виртуалите. Мы продолжаем знакомить вас с новым, интересным и необычным из мира виртуальных развлечений. В последнее время разработчики стали все чаще заявлять о том, что их игры, ну, крайне реалистичны. Мол, сидите дома, давите на кнопки, ощущение такое, что и вправду играете в футбол или по руинам Чернобыльской АЭС ходите. В общем, много чего говорят. Но так ли это на самом деле? Мы решили провести эксперимент. Одна наша съемочная группа отправилась играть в реальный боулинг, ну, а другая гоняла шары, не выходя из квартиры. Что из этого вышло? Смотрите. Кто сказал, что для игры в боулинг нужно ходить в специальные центры? Кто сказал, что нужно иметь ровную 13-метровую дорожку и 7-килограммовые шары? Это неправда. Для игры в боулинг достаточно иметь дома игровую приставку. И тогда катать шары можно и дома перед телевизором. Нужны ли для этого знания о настоящем боулинге? Давайте разберемся. Привет. Меня зовут Владислав. Сегодня я расскажу вам о настоящем боулинге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Практически во всех боулинг-центрах используются обычные прямые пластиковые шары. Просверлены они, как правило, под обычный захват по первую фалангу и предназначены для игры по прямым линиям. В руках у меня не шар от боулинга, а джойстик от приставки V. Чтобы начать игру, то есть бросить первый шар, я должна зажать две кнопки одновременно с одной стороны джойстика и с другой. Профессионалы во всем мире используют реактивные шары. В отличие от прямого шара, реактивный шар имеет реактивную поверхность плюс ядро, которое находится внутри шара. Помогает достичь определенного угла для захода в кегли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Траектория движения шара зависит от направления движения руки. Руку надо держать твердо, и джойстик держать тоже твердо в кисти. Если рука будет отклоняться от нужного вам направления, то шар полетит тоже в другом направлении. Теперь перейдем от слов к делу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я продемонстрирую бросок обычным шаром. Шар должен лететь строго по прямой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас бросок реактивным шаром. Обратите внимание на траекторию движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень важное значение при броске имеет конечное положение. Вы должны находиться в состоянии устойчивого равновесия. Для этого левая рука должна быть внизу и сбоку. Колено и подбородок должны находиться на одной линии. Корпус должен быть наклонен под 45 градусов. Правая нога должна находиться на 7 часов относительно левой ноги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас я пытаюсь сделать все как настоящий боулер. То есть стать правильной стойкой, наклонить правильно корпус. И это дает о себе знать, то есть я получаю действительно физическую нагрузку. А могу играть из простого положения, руки в боки, в карманы, и просто направлять джойстик, так как меня учили. Эффект будет на экране тот же самый. Страйки будут. Но получится ли вы от этого удовольствие и физическую нагрузку, неизвестно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играя в виртуальный боулинг, можно применять профессиональные знания. А можно и не применять. На результатах это мало скажется. Ведь то, что происходит на экране, всего лишь игра. Для профессионального боулинга необходима куча знаний и годы тренировок. А для геймера всего лишь наличие приставки и джойстика. Хотя и годы тренировок тоже не повредят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неважно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем больше времени мы тратим на оттачивание мастерства, тем профессиональнее становимся. Это логично. Но можно ли это применить к играм? Наверное, да. По крайней мере, хочется верить, что именно оттачиванием мастерства вот уже более 10 лет занимаются разработчики Дюка Нюкема. Помните такую игру? Еще в 97-м году они пообещали нам выход продолжения. И что? На дворе 2008-й, а игры до сих пор нет. Правда, игрозела обещают выпустить ее в декабре, и, будем надеяться, этого года. Об играх, выход которых тоже когда-нибудь состоится, в выпуске новостей. Игра, которую уже сегодня называют революцией в играх вообще, в очередной раз отложена. Главная изюминка спор заключается в том, что ее сложно причислить к какому-то конкретному жанру. По сути, нужно создавать и развивать свой собственный биологический вид, начиная от амебного состояния и заканчивая космической цивилизацией. Если раньше выпуск игры намечался на март-апрель, то теперь компания Electronic Arts сообщила, что игру не стоит ждать раньше следующей зимы. Пока российский разработчик третьих дальнобойщиков хранит молчание, на Западе появилась информация, что игра появится осенью 2008 года. Правда, речь идет только о европейской версии игры. После ошеломительного успеха второй части симулятора водителя-дальнобойщика третью часть игры ждет целая армия фанатов. Поклонники у игры есть даже в Корее. Дальнобойщики 3 расскажут о жизни водителя, переехавшего жить в Калифорнию. Тысячекилометровые трассы и десятки реальных грузовых автомобилей будут ждать своего геймера. Как только будет объявлена точная дата российского релиза игры, мы об этом немедленно сообщим. Активно ведется разработка игры Legendary, которая должна появиться уже летом. Этот оригинальный шутер расскажет о самом знаменитом грабителе Чарльзе Деккарте. Однажды он решает почистить Нью-Йоркский музей искусств. Случайно он находит шкатулку, которая оказывается легендарным ящиком Пандоры, то есть местом, где находятся в заточении беды, пороки и несчастья. И вот из открытого ящика поперли оборотни, грифоны, вальпиры и прочая мифологическая фигня. А незадачливый Деккард только ротик разевает от удивления. И вроде бы достаточно ящик-то закрыть, но вот что из этого вышло, расскажет о Legendary, ближе к лету. Далее виртуалити. Наступит ли смерть всемирной паутины в 2010 году? Кто побьет мировой рекорд передачи информации? Это виртуалити, мы вернулись. Если вы пропустили первую половину программы, то абсолютно точно не узнаете, почему рэпер Эминем не станет героем компьютерной игры, выйдут ли дальнобойщики 3 в этом году и как стать профессионалом виртуального боулинга. Зато вы не пропустите новости интернета. Сегодня подключение к интернету со скоростью 100 мегабит в секунду уже не роскошь. Правда, вдалеке от столицы даже такая скорость все еще является пределом мечтаний. А тем временем в Америке установлен новый мировой рекорд передачи информации. На 22 волоконно-оптических каналах была достигнута скорость в 151 гигабит в секунду. Это позволяет передавать в минуту информацию, равную 5 DVD дискам. А, например, вся библиотека Конгресса США может быть скачана за 10 минут. Пройдет немало лет, прежде чем подобное удовольствие станет доступно простым смертным. Но уже сегодня высокоскоростные интернет-соединения востребованы в научных учреждениях. Проведенный в США опрос интернет-пользователей дал неутешительные результаты. Например, 15% опрошенных заявили, что не могут прожить без подключения ни одного дня, а более половины не выдерживают больше недели. Для 30% американцев виртуальное общение важнее личных встреч с друзьями. При этом многие отметили, что невозможность выйти в интернет вызывает у них беспокойство и депрессию. В России подобных опросов еще не проводилось, но это не значит, что у нас дела обстоят лучше. Станет ли интернет главной болезнью 21 века, зависит от самих пользователей. А тем временем аналитики предсказывают смерть интернета в 2010 году. Был сделан анализ потока данных во всемирной паутине и печальный вывод. Через 3, максимум 5 лет пропускной способности каналов связи перестанет хватать. Наступит эдакая всемирная интернет-пробка. Конечно, постоянно прокладываются новые линии, но в том-то и дело, что появление новых каналов не успевает за ростом потока данных. Только в 2008 году объем данных в интернете достигнет 200 миллиардов гигабайт. Спасти интернет от коллапса может только массовая модернизация оборудования и повсеместная прокладка новых каналов связи. И не только с интернетом возникают проблемы. Каждый месяц свет выходит не одна игра. И каждый раз приходится разбираться, что строить, с кем из персонажей говорить, кого мочить в конце концов. Многообразие тварей, живородящих в играх, столь велико, что требует отдельного научного рассмотрения. Подобно Дарвину, мы решили исследовать игровую фауну в ее естественной среде. Предлагаем вашему вниманию первый отчет о научной экспедиции в Выземские болота игры «Ведьмак». Сегодня наша съемочная группа отправится в путешествие по Тимерии. Тимерия лежит по соседству с Зариканий и является частью вселенной «Ведьмак». Просторы этого мира таят в себе немало опасностей. В то же время скрывают многие виды редких, необычных животных, не изученных наукой. Таких как утопцы, и ханопсы, и многие другие. Отправляясь в опасное путешествие, мы тщательно готовимся. Оператор готовит для камеры защитный кожух, а я собираю сушеную рыбу. Эта приманка пригодится на тот случай, если сразу обнаружить утопцев не получится. Обратите внимание, отдельную сумку я отвожу под различные эликсиры. Укус утопца не смертелен, но содержит токсины, которые лучше сразу выводить из своего организма. Нашей первой остановкой будут выземские болота. Пока оператор настраивает камеру, мы попробуем осмотреться. Буйная растительность начинает свисти у самой заболоченной земли. Это доказывает, что утопцы не питаются зеленью. Кстати, их здесь довольно много. Можно обнаружить множество следов перепончатых лапок у самой воды. Утопцы малоактивны днем и предпочитают охотиться с заходом солнца. Мы попытаемся укрыться в кустах, чтобы не спугнуть обитающий здесь выводок. Мы стараемся не шуметь в нашем укрытии. Солнце заходит, и появляются первые силуэты. Когда фигуры подходят ближе, мы обнаруживаем, что это не утопцы. Это гигантские пиявки вылезли из болота, чтобы полакомиться мертвичинкой. Найти пропитание этим созданием нетрудно. Любой зверь может увязнуть в болоте. На этот раз ужином для пиявок стал неосторожный путник. Одна из пиявок, движимая любопытством, приближается к нашему укрытию. Приходится отгонять ее при помощи меча. Наконец, появляются утопцы. Целая стая. Они не обладают физической силой, но общими усилиями могут победить даже крупного зверя. Подобно пиявкам, утопцы питаются мясом, но при этом способны добывать его самостоятельно. Гибкое тело и тонкие конечности помогают утопцам быстро передвигаться и по суше, и в воде. Происхождение утопцев пока остается загадкой для науки. Но местные жители уверены, что утопцами стали люди, когда-то утонувшие в воде. По мнению коренных обитателей болот, это безобидные создания. Они не что иное, как души утопленников. Им поклоняются как богам и даже задабривают кусочками сырой рыбы. Мы также оставляем на алтаре немного рыбы. Нам интересно, как утопцы поступят с ней. Но пока никто не появился возле каменного извояния. Мы решаем поймать хотя бы одного утопца и поселить в аквариум. Так можно будет лучше изучить их повадки. Но мы не взяли с собой сеть. Единственная возможность изловить хотя бы небольшую особь — сначала оглушить ее. К сожалению, я недооценил свои силы и случайно пришиб утопца насмерть. Остальные сразу же спрятались в воде. На этот раз нам придется вернуться ни с чем. Но уже на следующей неделе мы отправимся под землю, где в полумраке и сырости обитают гули. Кто это такие, смотрите в нашей следующей передаче. На сегодня это все. Увидимся через неделю. Кстати, не пропустите наш следующий праздничный выпуск Виртуалити. Посвящен он будет Дню Защитника Отечества. Мы отправимся в армейскую часть и выясним, какие игры предпочитают военнослужащие геймеры. Узнаем, кто лучше рубится в World in Conflict и Call of Duty 4. Деды или новобранцы. А также вас ждет приятные поздравления от самых красивых девушек. Виртуального мира. В общем, до следующей недели. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!